Друзья, всем большой привет! Вы на канале Билли Боб. Сегодня у нас новая распаковка. Сегодня мы распакуем вот эту посылку. В этой посылке находится видеорегистратор с Алиэкспресс от компании Marubox. Модель M345 GPS. Видеорегистратор мы сейчас распакуем, посмотрим на него. И, конечно же, мы этот видеорегистратор протестируем. Посмотрим, как он работает, посмотрим, как он ведет себя в эксплуатации. Проверим его в деле. И подведем итоги. Стоит такой видеорегистратор заказывать или нет? Ссылочка на данный видеорегистратор будет в описании. Ну а цену вы сейчас увидите на экране. Ну и давайте не будем затягивать и перейдем к распаковке. Да, кстати, ребят, подарочек в этом видео разыгрывается. Условия есть в описании. Ладненько, не затягиваем, переходим к распаковке. Аккуратненько вскрываем, зарываем. И достаем видеорегистратор. Видеорегистратор у нас приезжает вот в такой вот упаковке. В пупырке. Пупырки довольно-таки много. Это хорошо. Давайте аккуратненько снимем пупырку. И посмотрим на коробку. Так, мусор в сторону. Видеорегистратор можно приобрести сразу с флешкой. Я приобрел с флешкой на 128 гигабайт. Видеорегистратор поддерживает флешку до 256 гигабайт. Если я не ошибаюсь, по памяти флешечку мы можем использовать. Единственный момент, флешка должна быть обязательно 10 класса. Ну и, соответственно, она должна быть как бы годная. Вот ее надо будет отформатировать. Ну, это мы сделаем чуть позже. Так, сам видеорегистратор упакован у нас вот в такую вот коробку. Здесь у нас все на русском языке. Здесь прописаны основные важные характеристики. Здесь их довольно-таки много. Так как, как я и сказал, модель у нас M345GPS. В этом видеорегистраторе, если я не ошибаюсь, 45 стран. То есть здесь есть база данных. Видеорегистратор информирует нас по поводу камер, по поводу скорости, по поводу средней скорости. Очень удобно. Угол обзора у нас 150 градусов. В общем, здесь на самом деле характеристик очень много. Если я прямо сейчас начну все их вам рассказывать, блин, видео прямо затянется. Давайте я вот коробочку сейчас поближе вам покажу. И мы уже перейдем к распаковке данной коробки. Так, смотрите. Лицевая сторона. Вот так вот выглядит у нас видеорегистратор. Кстати, у нас магнитное крепление, ребят. Здесь у нас такая вот информация есть. Также в описании ссылочка. По ссылочке вы сможете посмотреть сами всю информацию. Может быть, я где-то что-то там забуду сказать. Всегда сможете перейти, посмотреть, изучить. Все подробно прописано. Вот видите, даже здесь у нас все на русском языке. Все четко, все можно как бы выяснить. В общем, вот такая вот красивая упаковка. Все в слюде, все круто. Так, аккуратненько разрезаем слюду. Не получилось с первого раза. Ладно, ничего страшного. Не хотел просто коробку резать, честно говоря. Так. Мусор в сторону. Вытаскиваем. Внутренности. Здесь хотя бы сделали пазы для пальцев. Спасибо. Так. И здесь у нас все на... Внимание. По поводу подключения. Так. Достаем. Здесь, я так понимаю, крепление находится. Кстати, в самом креплении у нас модуль GPS располагается. Да, вот там все внизу. Давайте достанем, наверное, вот так вот. И вот так вот. Здесь упаковка как бы очень, как видите, хорошая. Смотрим. Так. Есть у нас, смотрите, в комплекте карт-ридер для флешки. Вот такое вот крепление. Здесь у нас 3M-овская основа. И магнитная держалка для самого видеорегистратора. То есть у нас клеится модуль GPS и как бы кронштейн к лобовому стеклу. А дальше мы просто примагничиваем видеорегистратор. Снимаем, одеваем именно с помощью магнитов. Здесь у нас вот 6 контактов. Есть 3M-овская вдогонку. Вот я как раз хотел выяснить, есть ли или нет у нас вот такая, будет ли у нас в комплекте вот такая вот штука или нет. Здесь у нас, смотрите, вот такая вот пленка. Пленка клеится на лобовое, а потом мы только приклеиваем уже кронштейн. Если мы приклеим сразу к лобовому, уверяю вас, оторвать будет просто нереально. Я проэкспериментировал с другим креплением и еле оторвал. Я замумукался. Я целый день очень аккуратно отрывал. Это прям намертво держится, но, блин, оторвать потом невозможно. Так что сначала клеим пленочку, потом видеорегистратор. То есть именно в такой последовательности. Не надо клеить прям сразу на лобовое. А если, кстати, еще спиртом протереть и наклеить потом просто 3M, вообще все мертво. Так, здесь у нас такой вот провод для питания. Провод у нас идет чисто в прикуриватель. То есть у нас здесь адаптер. Да, ребят, не переживайте, мы сейчас до видеорегистратора тоже доберемся. Всегда почему-то с комплектации начинаем. Прикуриватель у нас как бы, ну, адаптер фирменный. Он у нас 3 А. Это good. То есть телефон мы можем также без проблем заряжать. Будет заряжать годно. У меня стоит адаптер на 2 USB. Ну, в принципе, один идет для видеорегистратора, второй идет для телефона. Здесь вот как бы воткнули и все, и пользуем. Ну вот. Так. В целом все ок. Разъемчик здесь у нас уже Type-C. В принципе, мы можем взять любой провод Type-C и запитаться. Да, здесь нет никаких у нас бубышек. Просто обычный провод можно взять. Нужно длины и запитаться. Так, условия гарантии, гарантийные. Инструкция, инструкция на русском. Инструкцию будем изучать позже. Давайте смотреть на сам видеорегистратор. Надо же добраться уже до него. Так. Достаем. Опа. Вот такой вот видеорегистратор. По-моему, выглядит очень даже. Есть у нас здесь Wi-Fi, GPS. То есть мы можем по Wi-Fi подключаться, обновлять и забирать файлы. Прямо с видеорегистратора, не заморачиваясь. То есть не выдергивая флешку. Ну, в целом можно и флешку выдернуть. Единственный момент, нельзя выдергивать на включенный видеорегистратор. Так, по питанию здесь прям прописано 3 А, как бы требуется. Вот. Так, ну здесь управление. Здесь опять же все на русском у нас прописано. Кстати, по поводу доставки. Доставка очень быстрая. Судя по информации с упаковки, видеорегистратор был отправлен из Москвы. То есть где-то находится склад в Москве. И за счет этого доставка очень быстрая. С деком вообще прям буквально пару дней. Вот. Видеорегистратор очень легкий, компактный. Линза, на мой взгляд, такая, знаете, добротная. Вот. И здесь линза указана, она у нас стеклянная. То есть стеклянная линза. И таким образом, ну как бы мы получаем хорошую картинку. В разные, в любые, в принципе, при любых условиях. То есть солнце, там, сумерки, освещение. То есть если мы, допустим, в искусственном освещении находимся на дороге, там, ну, как бы, да, свет со всех сторон, там, вот. И как бы вот за счет, там, линзы и так далее. У нас, как бы, очень хорошее изображение получается, по идее. Посмотрим. Вот, в принципе, это уже не первый видеорегистратор от этого бренда в моих руках. И вы знаете, видеорегистраторы, которые были до этого, они меня очень порадовали. Надеюсь, и этот меня порадует. Посмотрим, проверим. Все познается в сравнении. Надо обязательно протестировать. Сейчас просто вот распаковка первых впечатлений. По первым впечатлениям мне все нравится. Хорошая комплектация. Хорошо все прописано. Инструкция на русском. Выглядит все шикарно. Флешечка в комплекте. Вот, надо просто, главное, правильно настроить. И все будет good. Так, здесь, смотрите, все прям на русском. Здесь даже, по-моему, другого языка-то и нет. Да, 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 по-моему, все на русском. Ну, ребят, вы знаете меня, я не любитель технической части, честно говоря. Вот, поэтому, вы знаете, давайте мы переместимся в автомобиль и продолжим в автомобиле. Мы посмотрели на комплектацию, посмотрели на сам видеорегистратор, как он выглядит. Вот, давайте я вам поближе его еще покажу, чтобы вы могли рассмотреть, как он выглядит. И мы просто переместимся в автомобиль и будем уже дальше продолжать разговор. Именно в автомобиле. Я городом поездил днем, ночью, и у меня сложилось впечатление по поводу данного видеорегистратора. Сейчас я постараюсь вам рассказать, как, на мой взгляд, данный видеорегистратор ведет себя в эксплуатации. Ну и, конечно же, покажу, как видеорегистратор снимает днем и снимает ночью. В первую очередь, хотелось бы поговорить по поводу крепления. Крепится данный видеорегистратор на 3Мовскую основу, на лобовое стекло. Но напрямую лучше не клеить. Здесь в комплекте есть прозрачные пленки. Пленку хорошо видно под креплением. Сначала мы убираем место, подготавливаем место, приклеиваем пленку, а потом на пленку мы приклеиваем крепление данного видеорегистратора на 3Мовскую основу. Таким образом, крепление лучше держится, и можно будет при необходимости снять и переклеить. Если приклеим напрямую на лобовое, ну, в принципе, выглядеть будет хуже, лучше, там каждый сам определит для себя, но оторвать будет сложнее, нежели чем, если мы наклеим на пленку. Ну, сначала наклеим пленку, а потом на пленку наклеим уже крепление. Проверено на себе. На креплении видеорегистратор держится на магнитах, очень удобно, снимается одной рукой и также одной рукой устанавливается. Давайте я вам это продемонстрирую. Смотрите, берем видеорегистратор, наклоняем и снимаем. Просто двумя пальцами, одной рукой. У нас два магнита и группа контактов на видеорегистраторе, ну и на креплении такой же набор. Ну и также устанавливаем без проблем одной рукой. Видеорегистратор у нас устанавливается и подключается питание Очень удобно, очень практично И на триемовской основе видеорегистратор на лобовом держится гораздо лучше, нежели чем на присоске Дальше предлагаю поговорить по поводу функционала Функционал здесь довольно-таки большой У нас здесь имеется, ребята, Wi-Fi Есть приложение, соответственно, с помощью Wi-Fi мы подключаемся к данному видеорегистратору с телефона И без проблем можем обновить, можем забрать файлы, которые нам нужны И в общем, в принципе, даже поуправлять чуть данным видеорегистратором Но лучше управлять все-таки с кнопок Там управление по функционалу больше, нежели чем в приложении Широкоугольный обзор, 150 градусов Магнитное крепление, я уже сказал Голосовое оповещение, база данных Голосовое и база данных GPS ГЛОНАСС база данных работает в совокупности Мы едем по дороге Видеорегистратор нам говорит, какое ограничение Если мы превышаем, он просит нас сбавить скорость Также говорит, какие камеры установлены, куда они смотрят Очень удобно, очень практично Пользуюсь данной функцией уже не первый год И я прямо от нее, если честно, кайфую Не знаю, если вы уже пользовались такой подобной функцией Напишите, ребята, об этом в комментариях Стеклянная линза, позволяющая получать хорошую, сочную картинку Которую вы чуть позже увидите Также у нас есть штамп дата времени Плюс госномер Так, что еще у нас здесь имеется Сейчас быстренько пробежимся, посмотрим Вот на самом деле, вот так вот образно я вам все рассказал А, цикличные записи, ну понятно, здесь ясеньпень есть Карта памяти Здесь установлена у меня на 128 В принципе, можно установить на 256 Как заявляет представитель данной компании Но, он сразу говорил, что 256 бывает включенный Поэтому лучше, в принципе, ставить 128 128, в принципе, за головой хватает Запись идет в данный момент у меня Цикличностью 3 минуты Можно там выставить 1 минута, 3 минуты, 5 минут То есть, каждый под себя настраивает Также можно выключать разные уведомления То есть, разные какие-то камеры Можно, в принципе, ну, отдельные камеры Можно даже выключить Так, по поводу, там, скорости Мы также выставляем, насколько мы хотим Чтобы у нас, ну, на каком, так скажем На каком этапе у нас срабатывало уведомление Что мы превышаем Есть также, так скажем, баланс Ну, то есть, мы можем отрегулировать, да Если у нас есть расхождение автомобиля, видеорегистратор Обычно есть такой, так, своеобразный зазор То есть, мы смотрим, например, на автомобиль У нас одна скорость На видеорегистраторе у нас другая Там, на навигаторе у нас третья, может быть, скорость То есть, мы можем вот этот баланс поймать То есть, добавить, да И чтобы у нас совпадало по максимуму Вот, если это, конечно, необходимо Также здесь имеется регулировка громкости Есть затенение, автозатенение То есть, мы можем, в принципе, не снимать Есть датчик движения Есть, ну, я датчиком движения лично не пользуюсь Так как я видеорегистратор всегда снимаю Зачем он будет здесь висеть Вот, вдруг, еще кто-нибудь Кому-нибудь он очень понравится И разобьет стекло Вот, к тому же, у нас крепление магнитное Очень легко снимать Данный медиорегистратор убирать в бардачок Есть G-датчик Он отвечает за удары Тут, опять же, каждый сам настраивает под себя Вот, и, в принципе, да Вот, G-датчик, он срабатывает каким образом? То есть, у нас происходит какой-то удар И у нас защищается файл, который в данный момент записывается Защищается от перезаписи То есть, так как у нас здесь цикличная запись Вот этот датчик, как бы, запрещает перезаписывать тот фрагмент Который в данный момент записывался, когда сработал датчик Вот, как-то так, в принципе Да, кстати, по поводу питания У нас питание приходит непосредственно в крепление И у нас сразу есть адаптер То есть, у нас без переходников, так скажем Хотя, в принципе, здесь разъем Type-C Можно любой провод воткнуть без проблем Но, на самом деле, здесь питание Ну, как его звать-то? Вылетело из головы, как всегда В общем, в блоке питания, который втыкается у нас в прикуриватель Есть дополнительный разъем USB-шный И адаптер нам выдает 3 ампера И телефон заряжает шикарно Поэтому вообще можно про это не думать, не заморачиваться То есть, нам не нужен дополнительный адаптер для прикуривателя Все идет в комплекте Все по кайфу Не знаю, мне лично все понравилось Здесь, кстати, пленочка даже наклеена Транспортировочная одна на экране А вторая у нас как бы защитная Вот, то есть, все прям с комплекта Можем прям ставить, пользоваться Единственный, кстати, момент По поводу базы данных Ее надо периодически обновлять Ну, раз в 3 хотя бы месяца То есть, в зависимости, опять же, от вашего региона Вот, в принципе, я думаю, раз в 3 месяца Будет ок Вообще указано раз в месяц Но, мне кажется, раз в месяц это уж перебор Вот, та камера вешает, но не так часто Вот И реально видеорегистратор реагирует Даже если вы едете, например, по дороге Где у вас одна полоса туда-одна обратно Вы можете вот ехать вот сейчас в одну сторону А потом в другую сторону Видеорегистратор будет видеть и говорить Куда вот эта вот камера, которую вы уже проезжали Да, вот она вам сначала в лоб стреляет А потом в спину, например, стреляет Он об этом говорит Это очень прикольно То есть, я на самом деле думал Ну, как бы изначально, когда начинал пользоваться такой системой Там несколько лет назад думал Видеорегистратор будет просто говорить Ну, вот здесь вот камера, да Нет, он определяет, куда вы едете То есть, здесь реально работает GPS ГЛОНАСС, база данных Все работает в совокупности И видеорегистратор видит, куда вы направляетесь Очень по кайфу В принципе, я рассказал, по-моему, все И даже где-то, наверное, слишком сильно разжевал Как всегда, как я люблю, ребят Ну, если бы я не разжевывал, это был бы, наверное, не я В общем, постарался рассказать Все, что я заметил по поводу данного видеорегистратора И, если честно, я бы рекомендовал данный видеорегистратор к заказу Мне он нравится, мне нравится эта компания Я пользуюсь уже не в первый раз видеорегистраторами от данной компании И мне они прям по кайфу Как хотите, но это лично мое мнение Можете со мной быть не согласны Пишите, если что, в комментариях Да и вообще просто напишите, ребят, свое мнение По поводу данной компании Будет интересно узнать ваше мнение Ну, а теперь давайте, ребят, поедем Покатаемся днем и покатаемся ночью Я вам покажу, как данный видеорегистратор снимает днем и снимает ночью Мобильный радар Ограничение скорости 40 Внимание! Снижайте скорость Снижайте скорость Муляж. Ограничение скорости. 80. Фиксированная камера. Ограничение скорости. 80. Полоса общественного транспорта. Фиксированная камера. Ограничение скорости. 80. В спину. Фиксированная камера. Ограничение скорости. 60. Пешеходный переход. Фиксированная камера. Ограничение скорости. 60. Да, кстати, ребят, чисто для примера. Вот так вот записывает видеорегистратор мой голос, когда я сижу в автомобиле и просто, в принципе, разговариваю спокойно, не кричу. Просто разговариваю. Фиксированная камера. Ограничение скорости. 60. Полоса общественного транспорта. Разметка. Фиксированная камера. Ограничение скорости. 60. Полоса общественного транспорта. Фиксированная камера. Ограничение скорости. 60. Перекресток. Пешеходный переход. Фиксированная камера. Ограничение скорости. 75. Общество. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Но если у вас есть возможность сделать репост этого видео в любую социальную сеть, то вы очень поможете каналу. Всем спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok